Нарушенное обещание. Тяжело было народу из-за нищеты и огромных налогов, которыми его облагали римские власти. Но больше всего народ тосковал по своему святому храму. Он не терял надежды, что когда-нибудь храм будет восстановлен. Как-то Раби Акива в сопровождении своих учеников направился в Иерусалим, чтобы помолиться на храмовой горе среди развалин храма. В это время из руин выбежала лисица. Мудрецы залились слезами. Раби Акива улыбнулся. — Чему ты улыбаешься? — спросили его мудрецы. — А о чем вы плачете? — вопросом на вопрос ответил им Раби Акива. — Мы плачем о том, что своими глазами увидели, как сбываются слова пророков. Гора Сион в запустении, лисы гуляют по ней. — Вот и я улыбаюсь по этому же поводу, — сказал Раби Акива. — Ведь если сбылись несчастья, о которых предсказывали пророки, значит сбудутся и их добрые предсказания. И мудрецы в ответ сказали. — О, Акива, как умеешь ты успокоить нас? Вскоре в Сан-Ейдрин пришла весть, что римский император собирается позволить евреям восстановить храм. Евреи ликовали. Они больше не думали о нищете и налогах. Все их мысли были направлены на скорое спасение. Они истекались к развалинам храма, чтобы расчистить место от мусора и камней. — Когда придет разрешение на постройку храма, место уже будет готово, — говорили они. Но время шло, а разрешения не было. Беспокойство охватило народ. — Зачем нам дожидаться милости Рима? Мы можем освободить Иерусалим от римлян и построить храм. Раби Акива пытался сдерживать нетерпеливых людей. — Погодите еще немного. Может быть, мы получим в конце концов долгожданное разрешение от императора. Но самому рабе Акиве все труднее и труднее было ждать. Ему было уже почти восемьдесят лет. Его любимая жена Рахель умерла. Умер и его старший сын. С беспокойством думал он, доживет ли до того дня, когда сможет своими глазами увидеть восстановленный храм. Но вот император умер, так и не дав разрешения, и его сменил новый император, который любил строить. Он объявил однажды, что собирается посетить Иерусалим. Народ с надеждой ожидал визита императора. Когда император поднялся на храмовую гору и увидел разрушенный город, он пообещал, что Иерусалим будет отстроен заново и новый храм будет воздвигнут на месте прежнего. Не успел народ порадоваться этой вести, как на него обрушился страшный удар. Новый город будет не еврейским, а римским, и в новом храме будет поставлен алтарь в честь римского бога Юпитера. Евреи решили поднять восстание против Рима. Теперь уже рабе Акива не пытался отговаривать взбунтовавшийся народ. Во главе восстания встал Шимон из города Казиба. К нему встекались люди со всех концов страны, предлагая помощь. Шимон обучал их военному искусству. Как-то рабе Акива пришел к повстанцам. Там он увидел Шимона из Казибы. Это был человек огромного роста, не ведающий страха, исполненный веры и безгранично преданный своему народу. Его молодые воины во многом были похожи на своего вождя. И рабе Акиве вспомнился стих из Библии «Звезда Кохба взойдет над Израилем». Тогда он возложил руки на голову Шимона и благословил его «Не Шимоном из Казибы ты будешь зваться, а Бар-Кохбай сыном звезды». Субтитры создавал DimaTorzok